МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она отсиживала это время и не была совершенно заинтересована ни в интересах школы, ни в интересах на эти образования. Это я могу точно сказать. Вот сейчас они поют тоже и хуже звучит все. Нет искренности. Убить продюсера за растление малолетних и куда смотрит типа полиция нравов. Сразу была проста, как веник. Подошла к режиссеру, которому она в том моменту лет за 30, скажем. Тебя как зовут? Он говорит, давай на ты, ладно? Распад компании на однополые группы – это очень характерное явление для подростковой среды вообще. Я до сих пор не могу понять и воспринять то, что можно было сделать с 15-16-летними девчонками, поставив их вот в такие рамки, то, что они лесбиянки. Дуэт тату – грандиозный российский и мировой успех русских школьниц, поющих о любви друг к другу. Что заставляет сейчас всемирно известных и совсем еще молодых певиц продолжать уже самостоятельно, без помощи продюсера, работать над проектом тату? Почему они не расстались, признавшись, что история их любви была лишь красивой и хорошо продаваемой легендой? Кто они? Удачливые посредственности, эксплуатирующие имидж немфеток? Или талантливые искренние артистки, говорящие о вещах по-настоящему волнующих людей? Вся правда о тату в фильме «Ближе к звездам. Русские файлы». В 1999 году две московские школьницы Юлия Волкова и Лена Катина даже не подозревали, что участие в проекте тату перевернет их жизнь. Через год Юля и Лена вступили не просто в 21 век, они оказались в новой эпохе, эпохе своей безумной популярности. Понятие денег для нас – это средство просто для жизни. Чтобы пожрать, чтобы купить машину, чтобы купить себе одежду. Если не будет денег, я не боюсь того, что у меня в жизни в какой-то момент будет облом. Я этого совершенно не боюсь. Я знаю, что у меня есть ребенок, у меня есть мама, у меня есть друзья, которые будут со мной рядом. Это самое главное. А деньги, не деньги, сейчас у меня там есть машина, там у меня нет денег, но не будет машин. Ну что, ничего, будет есть на автобусе, троцентральный ковышный человек. Я не обломаюсь. На метре. На метро. На метро, да. 2001 год. В Москве с Тату подписывает контракт один из крупнейших мировых рекорд-лейблов Universal Music. Через несколько дней выходит дебютный альбом Тату «200 повстречный». За первые два месяца с момента появления он разошелся легальным тиражом 500 тысяч экземпляров. Впоследствии первый альбом стал мультиплатиновым. Продажа только его легальных копий достигла 4 миллионов. Ваня прекрасно понимал, что вопрос не в тонкостях, а в толстостях всегда. То есть не в том дело какое-то украшение вокальное. Это человеку обычному, который является зрителем массовым, ему ничего не говорят эти украшения. А вот громко он поет или нет, кричит или поет комфортно, спокойно, это все понимают. Поэтому просто он их заставлял кричать, поднимал в высоту, требовал такого очень напористого исполнения. И все это рождало тот образ, который был создан. Слушайте, знаете, сколько раз мы спели, я сошла с мая, нас не догонят. Вот так вот по всему миру, грубо говоря. И как бы каждый раз он настолько был новый, каждый раз настолько новые люди, новые фанаты, поклонники, новые города, страны. Я не знаю, я вот, например, этим живу. Мне, например, это интересно. Мне совершенно не парит и не надоедает вот это вот одно и то же. Конечно, прикольно. Мы убежим, все будет просто, ночь упадет, небо уронит. И пустота на перекрестках, и пустота нас не догонит. Это и было главное в них. И там же построено было все, что из этого начинаю. Вот мы целуемся, нам все не дают. Ах вы гады какие. Какой ужасный мир. Он не дает двум девочкам заниматься сексом. Если мы выставляем, наоборот, вперед секс, то есть животную составляющую, обращаемся к животному в нас, во мне, в вас, в зрители, в подростки, тем более, да, которые только формируются, то мы гарантируем огромный спрос. Ну и главное, что это же в развитии этого проекта организационное шло по силам американского лейбла. Там не разрешено это делать. Там этого нет. Они прекрасно понимают, это же мир Чистогана, да, буржуазии, ну, капиталистические страны. Они бы давно это сделали. Нельзя. Нельзя, потому что они понимают, что как только они мораль подкосят, все, не будет никакого общества. А это ввозной проект, ну, как сюда привезли каких-то китайцев, мы даже их возраст не можем оценить визуально, да, нам не важно, может, у них так принято. Первое впечатление от группы Тату, и я думаю, что это не только мое было впечатление, это было впечатление многих людей, которые увидели клип «Я сошла с ума», было такое достаточно противоречивое. В этом ощущении было очень много подощущений. С одной стороны, это был шок, с другой стороны, это было такое легкое, легкое-легкое стебалово, может быть. Ну, вот еще какие-то дурочки, там, лесбиянки появились теперь у нас. Ну, серьезно, к этому, насколько я сейчас помню ту ситуацию, свои ощущения, в принципе, никто не отнесся. Журналисты в основном все, да, и как бы все люди, они воспринимали прям все, две лесбиянки, пошлые, спят в одной там кровати, там уже там были подколы со всякими, ну, понятно, всем чем только можно, мы об этом не говорили, мы не хотели пошлить, нам было 15 лет. Одним из первых людей, который работал, профессионал, который с ними был, работал, и это был Иван Шповалов. А Иван Шповалов, как известно, психиатр по образованию. А лучше, чем врачи-психиатры, пожалуй, никто не знает человеческую природу. Поэтому, управляя, манипулируя психикой этих девочек, и, в общем-то, манипулируя ей достаточно профессионально и охранно, они могли попасть в руки человека, который бы их просто, ну, выклевал мозги и тушку выбросил. Это не произошло. Вот это было настоящее реальти-шоу. На наших глазах из двух подростков формировались девушки, формировались молодые женщины. И это было безумно интересно девочкам, которые шли за ними. Моя веселая, Моя смешная боль, Я обезьянка мой, Ты обезьянка мой, Если бы не вот это совершенно случайное попадание в колею, которое случилось, совершенно вопреки всяким планам, насколько я понимаю, намерениям тогдашних продюсеров группы «Татуфа», если бы случайно там мимо не прошла компания «Юниверсал», если бы случайно там этот клип не попал в Словакии, в какие-то ротации, то все это быстро бы очень здесь закончилось. Но потом неожиданно случился вот этот международный всплеск, который позволил «Тату» оказаться на первых обложках всех международных музыкальных и немузыкальных журналов, стать объектами светской хроники. А что касается девочек, они оказались достаточно талантливы для того, чтобы не просто сыграть то, что от них хотят, а прожить это. И это потребовало колоссального труда души, просто колоссального. Именно поэтому они сейчас так активно закрываются иногда и от прессы. Как мне Галаян Сережа рассказывал, я сам не был на съемках. Он говорит, ты представляешь, они, значит, уже все закончили, и тут Ваня понимает, что нужно, чтобы они в кадре поцеловались, потому что без этого как бы не состоится ничего. Ну, то есть это будет то же самое, что у многих артисток есть игра такая на тему, что вот то ли мы друг другу поем, то ли мальчикам каким-то. Это многие эксплуатируют. Это все полусказанное, это все так. И поступок-то продюсерский как раз был именно в том, что они конкретно уже, чтобы не было никаких толкований других, они конкретно друг другу чмокнули в губы. Пара, две подружки, это очень серьезное и очень болезненная форма, потому что нужно как бы репетировать себя в роли будущего партнера. У многих девочек сейчас нет сестер. Довольно часто роль вот этой близкой подруги выполняла сестра. Тоска по партнерше, с которой можно проиграть ролевую игру ты и я, воображая себя то ведущим в паре, то ведомым в паре, не задумываясь о своей половой принадлежности. Вот психологическая, научная основа того феномена, который называется тату. Прикольно, когда тебя оценивают хреново, когда тебе говорят фиговые вещи, потому что все время слушать только хорошее, это как бы не становится... Ну, это неинтересно. Наоборот, интересно слушать комментарии людей, вот их протест против чего. Как бы, да, это прикольно. Нет, ну, знаете, я считаю, что во всем есть плюс. Я считаю то, что мы и так сделали достаточно. Это время не было потрачено зря. Конечно. И, во-первых, делать чересчур, вот прям все, все, все сразу на грани популярности, я считаю, что это тоже надо оставлять все-таки вот что-то на будущее. Я считаю, что мы и так вот за время существования как бы эпохи Вани Шпавалова, да, мы сделали много. Мы сделали, и мы, и он, как бы мы друг друга сделали, я думаю, что много. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас Тату переживает новый всплеск. Презентация второго альбома «Люди-инвалиды», состоявшаяся в конце 2005 года, вызвала нешуточный медиа-шум. Тату окунулась в привычную обстановку – видеокамеры, вспышки фотографов. Представители СМИ продолжают задавать провокационные вопросы про развенчанный миф. Но теперь творческая сторона жизни Тату интересует не меньше. Где гастроли? Когда новые концерты? В каких странах еще планируется выход альбома? Полтора года молчания Тату никак не сказались на популярности. Поклонники все так же штурмуют их концерты и осаждают подъезды их домов. Но вернемся в 2001 год. 21 мая клип «Нас не догонят» просто взрывает российский телеэфир. Съемки клипа велись три дня, причем задействованы были не только машины, но и вертолеты. Всего на протяжении 2001 года альбом был продан в России официальным тиражом более двух миллионов копий. В августе все того же 2001 года для промо-тура по Европе Лена и Юля начинают запись английской версии дебютного альбома. Сейчас в качестве творческого багажа у Тату огромное количество туров по всему миру. Записи в США, Великобритании, многих других странах. Участие в церемонии Europe Music Awards. После всего этого Юля и Лени петь на английском так же естественно, как и на русском. В 2003 году Лену и Юлю пригласили на BBC News принять участие в прайм-тайм выпуске новостей. Председатель Совета по защите детей обвинила Тату в деморализующем воздействии на английских школьников, а особенно школьниц. Лене и Юле не привыкать к негативному отношению со стороны педагогов и учителей. Все началось еще с их собственных школ. Как ученица, она не выделялась ничем. Она была средняя. Такого проявить интереса, такого интереса к учебе мы не видели этого. Но были у нее там какие-то определенные предметы. Например, где она обязана была что-то сделать, где-то она это делала. Сказать честно, единственное, что меня в жизни интересовало всегда, это был русский язык и музыка. То есть вот эти предметы, это как будут учителя, даже если смотреть интервью, это реально для меня были те предметы, которые я всегда делала. Это русский. Я могу сказать честно, что русский язык у меня всегда было 4-5. Сочинения, изложения, диктанты. Я учила правила. И вот история у меня, как бы школа, как она театральная, там было искусство театра, история музыки. Это всегда меня по жизни как бы интересовало. Там ведение в русское искусство. То есть вот такие вот вещи, как бы все остальное, не знаю, но как бы географию, да, я знала там на 4, бывали тройки, там да, я узнала. Там, да, всякие там вот эти карты. Я очень любила рисовать. Физика, химия, математика. Это вот изначально я сразу сказала даже своей маме с папой. Ребят, ну, я даже не хочу стараться, что у меня было 4-5. У меня было 3. Всегда. И меня это устраивало. Я приходила, говорю, у меня может стать 4-3. Все. Я говорю, вот все. У меня до свидания. Я не могла. Мне даже не хотелось думать на эту тему, потому что мне это было неинтересно. Вообще интересы к учебе не проявляло. Все-таки в нашей такой творческой школе, Юлия, ничем вот просто не выделялась, как творческая личность. Ну, она такая какая-то обаятельная была, такая легкая, точная, что я говорю, да чего вы думаете-то, берите, девочка хорошая. И действительно, первый сюжет, грандиозный успех был у сюжета, грандиозный был успех, и самое главное, она была замечательная, органичная, точно все задачи. На площадке не нарадовались, а сразу была проста, как веник. Целуй меня, целуй меня. Спасибо тебе, мальчик. Ты меня очень выручил. Иролаш, я думаю, что это тоже школа начальных съемок, скажем так. Тоже ты себя пробуешь там, я не знаю, в роли актера, актрисы. В одном мне было, по-моему, лет вообще 11. Вот прям вот реально, я еще была с таким вот белым каре. А потом еще 14 тебе было, тебе еще грудь утягивали, помнишь, этим бинтом? Не 14, а 13. А 13 мне было лет, когда 13 цвета покрасилась в красный цвет, и отрыгла себе сама челку дома. Мальчик, мальчик, выручи меня, пожалуйста. Меня сестра просила помочь, я тут первый раз. У меня все из рук валится. Если она увидит, что я наделала, сестре влетит, да и мне тоже. Мальчик, постой вместо манекена, пока заведующий не уйдет. Вдруг она появляется чудовищным цветом на голове, значит. Мой мужик, что случилось? Она говорит, да, я там в одном клипе. В каком клипе? Да, мы тут группу одну какую. Ну, узнаете потом, она там называется. Так и не сказала, как называется. Ну, так, сейчас клип снимаем, вот меня покрасили. Тут, в общем, мы ее еле-еле восстановили, а уже прошло почти полтора года. А ей надо играть примерно такую же девочку. А у нее уже за пазуху уже масса интересного. Значит, что делать? И вот мы ее стали заматывать, уже мате и грудь, уматывали, 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 вгоняли ее в тот возраст, который нам нужно было. Потом, когда она сейчас съемка, ее разматывали, а она делала так, распускала опять свою небольшую, но уже появившуюся уже. Лена, Катина и Юля Волкова родились в Москве. Обе в 7 лет поступили в музыкальную школу по классу фортепиано. В 11 лет Юля перевелась в школу с углубленным изучением актерского мастерства и хореографии. Но в 9 класс не перешла. В 6 класс я еще пришла 1 год в эту школу, я еще как-то пыталась быть приличной, хорошей девочкой, чтобы заслужить уважение учителей. А вот в классе 7, 8 и 9 это была чистая булянка. Ну, сами понимаете, Пушкинская. Макдональдс рядом, тусовки все полным ходом, центр, магазинчики. Вот она придет на уроки, и интереса нет, просто нет. Вот она отбывала это время и уходила. Больше ее никогда ничего не интересовало. Ну, там как бы школа, сами понимаете, да, как бы там никто из учлений, естественно, это правильно, я считаю, это правильное отношение, никто тебя оставит учиться не будет. Правильно? Хочешь учись, не хочешь, до свидания, иди, твои проблемы, мы тебе поставим 2, захочешь передашь, захочешь, на второй год оставишься. Это правильная политика. Но в школу она приходила, я требовала всегда аккуратности, работы и поведения достойного. Это было всегда есть и будет, чтобы она была и училась. Если она пришла, значит, будь добра заниматься как надо. На то, что у меня было поведение абсолютно, то есть я приходила в школу к дискотеку, это был факт. Мне очень сильно водили в туалет смывать косметику, потому что я приходила просто не то, что вот, знаете, вот чуть-чуть было, да, девочки подкрашиваются. У меня был такой период, когда тут чуть-чуть, когда там вот как вот начинает, вот это все сразу, все. У меня были вот такие слои пудры, 5 слоев тоннели крема, у меня были вот такие вот тени просто. Я приходила в школу с подводкой, с черной, с белой помадой. У меня были такие вот лифчики немеренных размеров, да, там всякие топики. То есть просто я когда приходила в школу, мне просто звонили реально моей маме, причем мама говорила, что такое, у меня дочка выходит в школу не накрашена, а я по дороге, там в лифте, я не знаю где, пока ехала до школы. Сама Лена вот мне, мне всегда очень, она меня трогала всегда. Она такая милая девочка была, планировала заниматься какой-то экономикой, что ли, какой-то в институт поступать. Ну так, пение, это так было для нее увлечение, просто мама очень хотела, чтобы я занимался музыкой. Мне это очень нравится, но я вот думаю о будущем. Ну, немножко другая картина была, конечно, в школе. Поведение было получше. Учителя, я им, правда, безумно благодарна, потому что, конечно, они очень многое мне дали в жизни, и они всегда понимали. Потому что даже вот где-то, ну, я тоже там не актив была там, не самым талантливым ребенком, математика, вот это, ну, все вот такие, да, предметы, то есть не гуманитарного характера. Но они как-то всегда смеялись, вот у меня учительница по математике, вот, она меня Катей все время называла, а я ее Марья Ивановна, вот, хотя ее Инна Игнатьевна звали, да, вот. Ну, я вот молоко ей приносила на уроки за вредность. Стала, да ты мне даже молоко за вредность, я ничего не делала. То есть она вот читает там какие-то теоремы, какие-то рассказы, то есть уже хипишок. Ой, я даже помню, Сленка была однажды на урок. На литературе. Да, я помню, мы сели с ней на последний партий, села, красилась за подставкой. А Лена пыталась там что-то умное сказать человеку. В 10 лет Лена Катина стала солисткой известного детского ансамбля «Авеню». В 13 была зачислена в ансамбль «Непоседы», где уже выступала Юля Волкова. Девочки расстались с ансамблем «Непоседы» только в связи с возрастом. Там поют максимум до 14 лет. Я вот прекрасно помню, как пришла в «Непоседы» Юлечка. Было прослушивание, был конкурс на отбор, было очень много народу. И зашла девочка со стрижечкой скоротенькой, маленькой, худенькой, глазастой. Вышла на сцену и вдруг как затянет, она пела «Ой, то не вечер, то не вечер». И, ну, удивительно просто было, что такой маленькой девочке вдруг такой голос пошел. Это школа жизни. Я думаю, что, наверное, это школа. Потому что, не знаю, например, вот я свою дочь с удовольствием, я уже как бы Леня Беджин сказала, что все, сейчас будут 3-4 годика, я Вику прямо приду в «Непоседы». Во-первых, это развитие. Развитие в плане раскованности. Вот даже вот тот же психологический момент у ребенка, да, когда раскованность, там, ты поешь, ты танцуешь, у тебя вот эти движения, у тебя вот это вот актерское мастерство, у тебя вот это вот общение с людьми, с детства уже вот это приученное, да, это, я думаю, большой плюс. И плюс, как бы, если ты действительно идешь в плане артистичности, ты хочешь составить свою карьеру, я думаю, что «Непоседы» – это вот реальная школа. Никакая музыкальная школа не заменит то, что есть в «Непоседах». Там все. Вот в одном. Детский ансамбль «Непоседы» полностью оправдывает свое название. Посидеть спокойно некогда. Занятия хореографией, вокалом, актерским искусством, а также репетиции и постоянные тренировки. Такая подготовка помогла Лене Катиной и Юле Волковой успешно пройти кастинг в музыкальный проект, вскоре получивший название «Тату». Девушкам легко было начинать работать вместе. Опять помог детский опыт «Непосед». Ну, вот для нас-то было удивление, конечно, что Юля и Лена сделали дуэт, и вообще, что у них получился дуэт, потому что я бы не сказала, что они были прям лучшими подругами в группе «Непоседы». Нет, мы общались, все были друзьями, но не сказал бы, что вот еще тогда мы думали, что вот, наверное. Лена пришла позже, чем Юля. Вот то, что мне всегда нравилось и то, что у нее было, это потрясающий тембр голоса. Очень красивый, очень... Абертона очень необычные. И, естественно, обе они очень музыкальные девочки, и обе они закончили музыкальную школу. То есть девчонки, которые умеют петь, и понимают, что такое музыка. Вот эта вот поддержка, вот эта вот как-то вот, не знаю, да все, не знаю. Да. Но потом ты учишься общаться в коллективе. Ну, бывают какие-то, как в любой семье, бывают, да, какие-то ссоры. Я не могу сказать, что они были лучшими подругами, но они все дружили. Они все дружили, все очень хорошо общались, между ними не было каких-то очень серьезных проблем. Чтобы работать-то хорошо, нужно дружить, тут никуда уж не денешься. Мы не коллеги по работе, нет. Мы даже не друзья, мы больше. Мы просто семья, родственники. В общем, можно поделиться любыми проблемами, радостями, чем угодно. Мы с Лянкой закончили музыкальную школу по футбе, но с ней были в ней посел. То есть, в принципе, цель наша была, мы хотели с ней быть вот именно артистками, такие певицы, выступать, гастроли. Все это было в наших, как бы, естественно, родители нас поддерживали, были очень заинтересованы в этом. Что видно из того, что дали непоседы, вот, да, в настоящей сейчас их деятельности? Вот мне, если честно, мне трудно ответить, почему, потому что вот мы с Сережкой тоже смеялись по этому поводу. Я все равно в них вижу вот тех вот ребят, вот тех детей, которые, ну, детей, да? И поэтому вот какие-то, ну, какие-то вот нюансы, какие-то малейшие детали, которые были на сцене, когда они в непоседах выступали, когда сейчас они выступают, это видно, это все равно там прослеживаются. Юлька стала сразу лидером, ну, одной из лидеров в группе непоседы, и тогда она еще была блондинка, такая вся, одуванчик, но все равно с характером, конечно. Характер ей в 12 лет проявлялся, тот, который сейчас у нее. Вот, Ленка, вот, как была спокойна, Лена вообще не изменилась. К ним претензий никаких быть не может. Они просто правильно, грамотно выполняли свой проект. Вот и все. Может быть, у меня есть там некоторые вопросы к родителям, которые могли бы, в принципе, тогда, в тот момент подумать сначала. Вот, ну, а без этого неизвестно, были бы тату или не были. Вот тоже с другом, ну, не поймешь, здесь правда, здесь такая вещь, когда уже из детства переходишь вот сразу вот в это вот ужасное место, которое называется шоу-бизнесом. Поэтому мне сложно сейчас кого-то осуждать, кого-то там возносить, очень сложно. Вот так идет, вот так Господь дает, вот так жизнь складывается, значит, так надо. Детство кончилось для Юлии и Лены неожиданно. Дальше была только работа. Оказалось, что завоевывать популярность легко и приятно только со стороны. Теперь никаких прогулов и невыученных уроков. Но взрослая жизнь, о которой они так мечтали, была совсем не такой, как казалось из-за школьной парты. Я думаю, что поначалу вся тематика, которая как бы связывает нас с татуой, это действительно искренность. И то, что как бы нас связывает с авторами, композиторами и с тем, что мы делаем. В принципе, это наша жизнь. То есть мы не стараемся чего-то играть там, мы не стараемся даже вот те слова, которые как бы выпустили сейчас второй альбом. Там как бы больше альбом, он более такой психологический, более такой глубокий. В принципе, по смыслу это относится к нашему разуму, о чем думаем мы. Просто как бы авторы, они передают это более выраженным, таким выраженным, что ли, текстом, не знаю, как сказать. После триумфальной победы на всем музыкальном пространстве Восточной и Западной Европы, Америки, Мексики и даже Малайзии, пройдя огонь и воду промо-туров, работу над записями, репетиции перед многотысячными концертами, тату могли и не выдержать медных труб. К счастью, этого не произошло. Мне тяжело было, потому что, ну, поначалу было очень здорово, мы радовались, там, шли, например, в переходе по Пушкинской, и там, о, татушки идут, и мы там ха-ха-ха, хи-хи-хи, ой, как здорово, как классно. Вот, а потом, просто когда это переходит в какую-то определенную грань, не то чтобы надоедает. Понятно, что как бы и я, и Юлька, мы очень любим своих фанатов, они приезжают домой, но иногда просто они не понимают того, что мы тоже люди и хотим как-то private life какую-то иметь. Нам вдвоем просто клево, Ленок, как здорово, просто все это вот так вот расслабиться, просто так же по душам поговорить. Очень много просто вот этого всего, вот этих тусовок, клубов, вот этих вот ночной жизни, вот этого всего очень много. Или просто побыть с мамой, там, не знаю, семью сидеть дома. Дома, действительно, приехать в Москву, просто побыть действительно дома. Ты думаешь, там, вот у меня, например, скоро день рождения, вот 21 февраля, у меня день рождения, у меня 21. Думали замутить там грандиозную пати, там я думала, там, Осовы. А с другой стороны, как бы ты понимаешь, что ты хочешь вот просто сесть на самолет, куда-нибудь взять одну и просто вот чисто отдохнуть, куда-нибудь просто вот приезжать на солнышке недельку. Просто вот, вот не надо никого, не надо вот это вот внимание, вот эти вот пьянка, вот эта гулянка, вот эти люди. Просто хочется побыть, либо вот просто близкая компания. Там мама, папа, там Ленка, мои друзья, там близкие, там ближайшие. Все, больше мне никого не надо. Конечно, естественно, что лучше пусть эти люди, девочки и мальчики поют Чем они там сядут во дворе, бухают, употребляют наркотики Или просто тупо просиживают дома и берут у мамы с папой деньги Пусть они лучше сами знают, что такое на своем горбе зарабатывать деньги Ездить по гастролям и не спать сутками, чем они будут делать какие-то плохие вещи Нас друг друга люди не поддерживают А, собственно, поэтому у нас никто не может вырваться на свободу У нас все как бы, вот там каждый друг за друга радуется, я не знаю, искренне переживает У нас каждое, извините, заражение за свою жопу, понимаете? Вот это вот зависть, вот за нас бы другие бы радовались Вот мы приходим, например, почему мы с ней не общаемся, ни с кем-нибудь Вот это вот недовольство, с ног до головы, даже те же артисты Да что они там? Да где они там? Да, то есть это вот, знаете, отношение, это знаете, о чем говорит? У наших артистов очень много комплексов За счет вот этого вот поведения, вот даже вот как они заходят, этот вот пафос Вот это вот, нас просто с Леной бесит Наска люди видят, нам говорят, блин, девчонки, мы думали, вы сейчас там приехали Такие, что там, нифига, вот зачем нам это? Мы можем с Леной приехать, там, положить ноги на стол, сказать Так, ребят, давайте нам сюда, блин, номер, несите кальян, там, не знаю, лошадь Мерседес, чтобы прям был, вот лимузин там длинный И все, это можно сделать, артист это сделать реально может, да? Но зачем? Если мы и так с ней состоявшиеся личности Если мы и так с ней звезды номер один в Москве Зачем нам на себя обращать внимание? А те, которые как раз пытаются, вот это вот Это все чисто привлекает внимание Но это так дешево и противно смотрится, что вот бизнесом я это не назову Юлия и Лена остались такими же максималистками в своих суждениях о коллегах по цеху и окружающем мире Возможно, поэтому название нового альбома «Люди-инвалиды» и клип на песню с этого альбома Как и все предыдущие работы дуэта, как минимум нетривиальны Как максимум на грани шоу-бизнеса и арта Они, я считаю, избавили мир родителей и самое главное самих подростков от очень страшных поступков От самоубийств, безусловно А последний вот замечательный эпизод в жизни Юли, когда у нее родилась эта чудесная девочка Он еще и сильно сказался на демографическом показателе нашей страны Я думаю, что какие-то моменты, конечно, изменились Но вот так вот сказать, что глобально я изменилась, я сказать не могу Потому что, в принципе, я думаю, что моя энергия, то, что я хочу идти вперед У меня не было такой цели, что там, если я рожу, я сяду дома, у меня обязательно должен быть муж У меня в этом плане понятия совершенно другие Я родила, я безумно счастлива У меня есть человек, ради которого я буду жить Будет у меня муж, не будет у меня муж Папа, не папа У меня есть ребенок, которого я люблю, я ради нее готова сделать все Я делаю даже вот мою карьеру, да, я делаю это даже ради нее Это ее же будущее Я хочу, чтобы она была обеспеченной девочкой Я хочу дать ей хорошее образование То есть, как бы, это, не знаю, у меня как бы нет такого, что я сяду, буду сидеть дома Но в то же время в голове, конечно, у меня что-то изменилось То, что, я не знаю, ну, например, если раньше какие-то вещи делала, совершенно не думая ни о чем То сейчас я уже начинаю думать о том, что так, у меня дома есть ребенок Я должна подумать о том, что я ей нужна Что я ей нужна, как бы, здоровая, что я нужна, я живая А не просто там тупо идти, какие-то делать там экстремальные поступки То есть, какие-то уже вот, что-то вот меня уже начинает, как бы, держать Какие фанаты лучше, японский, американский или вы? Вы знаете, сложно сказать, но вообще, конечно, мы больше всего любим вас Потому что это Россия, это Москва, и вы более свободные, более расслабленные Больше криков, больше рук, мы вас очень любим Я думаю, что у нас, по крайней мере, есть политика, тем более вот с этим вторым альбом Я думаю, что на нас есть ответственность некая выхватить даже альбом под названием «Люди-инвалиды» Это все-таки, я думаю, политическое Во-первых, с той точки зрения того, что люди реально могут на это обидеться Как это сейчас, в принципе, и происходит Большинство даже не поняли клип «Люди-инвалиды» Например, на Западе этот клип просто не поняли Нам говорят, ребята, извините, мы его не хотим Мы хотели этот клип сделать первым синглом Но люди просто не поняли Нам в Америке сказали, ребята, извините, мы посмотрели клип очень сложно Очень тяжело, очень психологически И люди это воспринимают как люди-инвалиды В плане того, что мы там имеем против что-то людей, которые как бы не... Которые физически инвалиды Это естественно политическая какая-то, я думаю, момент То есть мы должны правильно настолько людей настроить на то, что объяснить им, почему именно так Это тоже политический вопрос У нас в этом альбоме есть своя политика Я думаю, что, ну не то, что у каждого артиста, но, по крайней мере, у какого-то такого трэшевого, скажем так, скандальный персон Как Мэрлин Мэнсон Или все остальные, там тот же Эминем, который там хоронит свою маму Я думаю, что тоже это политические какие-то вопросы Это большая ответственность на их плечах Я думаю, что они понимают это, но особо не запариваются на этот счет Просто делают свою работу, стараются ее делать качественно Но они выходят все равно на более качественный уровень Когда ты с продюсером, очень много продюсеров делают за тебя И ты порой не знаешь, что, как это делается И не особо это, может быть, ценишь Но сейчас, когда все на их плечах Они понимают, что нужно искать песни Продумывать, как это должно звучать Как должна быть программа построена В общем, все это они делают сами И с помощью, конечно, менеджеров Но, тем не менее, они взрослеют, они учатся И они понимают, что отвечают за свои поступки они сами Мы пройти в Европу, попробовать там, что-то записать У Вани тоже были сомнения У нас были какие-то сомнения Это понятно, это все равно сложно Выйти на тот уровень, это действительно очень сложно То есть не каждому человеку просто прийти Им даже деньги-то не нужны В Америке деньги не нужны Ты у нас в Москве дал денег Красивая мордашка, все Ты там порнозвезда, ты там, я не знаю, артистка Но это факт, это реально факт Там такого нет Там действительно, если талант, значит талант Там красивых мордашек тоже много Там на это как бы первого никто не смотрит Там есть и такие, есть и такие На это совершенно никто не обращает внимания Поэтому, естественно, у нас было такое Что, блин, а может не получится, а может получится И все равно мы шли вперед Мы твердо, как бы уверенно шли вперед И когда человек действительно верит, идет вот тупо, идет вперед Делая то, что тебе нравится И как бы говоря то, что тебе нравится Не стараясь там какими-то путями Там, ой, там что-то наиграть Вот у нас это получилось За счет того, что мы такие, какие мы есть Пока сейчас вот я как бы это не делаю Потому что я знаю, что вот сейчас я себя полностью отдаю правитату Я могу вот сказать вот честно Я даже ничего не начинаю Может быть я бы пошла бы сейчас учиться Да, я хочу пойти учиться Но куда хочу я там, режиссура, актерское мастерство Да, в плане Я знаю, что это нужно время Времени у меня сейчас нет А смысл учиться? Просто заплатить денег, потому что был диплом Я могу делать сейчас Просто у меня за один год, вот за месяц сейчас делать диплом Уже 4 года поручилась, хотя я там ни разу не мог Не знаю, я себя отдаю полностью сейчас в своей работе Как бы я и живу реально Я думаю до тех пор, пока не надоест Сложно это как бы дооценивать Да, пока у тебя прет, пока у тебя в душе есть этот вот огонь Пока есть желание Есть стремление вперед, надо это делать Как это будет, это как бы... Это не важно У нас есть огонь, и мы хотим это делать Вполне естественно, что все, что мы хотели сказать о Тату Это еще не все, что вы хотели услышать О Юле Волковой и Лене Катиной История Тату продолжается Их творчество – незакрытая книга Об этом говорят и поклонники, и коллеги Второй альбом Тату записан Очередной клип вышел в эфир Нет сомнений, что у вас будет возможность Вновь встретиться со своими кумирами В документальном фильме «Ближе к звездам. Русские файлы» Главное, что придуманная история О двух девочках, которые сошли с ума от любви и страсти друг к другу Вдруг оказалась близка миллионам людей по всему миру Эта легенда напоминает, что у таких чувств, как любовь, не может быть границ и рамок Чужого не бери, свое не отдавай Зажмусь и умри, люби и умирай Скажи, поклянись, скажи, что ерунда Умри, притворись, что любишь навсегда Вечер без любви Утро без забиты Люди-инвалиды Люди-инвалиды Вечер без любви Утро без забиты Люди-инвалиды Люди-инвалиды Понимать, чем ты занимаешься Потому что на вот этот такой чудовищный аванс Он не очень-то был связан с твоими способностями Они у тебя есть, конечно Просто им надо развиваться Им надо заниматься и не очень рассчитывать Аванс этот кончится Как только кончится вот эта тема Если ты будешь работать в другом проекте То все, надо будет заново авторитет свой завоевывать Прогнозы дело неблагодарное Прогнозы, я говорю, что Прогноз, например, по поводу их второго альбома Был очень негативным У всех Никто не ожидал, что они смогут После вот того Оглушительного молчания Которое случилось по вине Сумасшедшего продюсера Там и так далее Вот никто не думал, что они смогут опять Вот вырасти Как птицы Феникс возродиться Они возродились, как птицы Феникс Они нашли очень правильную интонацию С которой они вернулись Мне нравится их держать Мне нравится их молодость Мне нравится, я говорю, что они не оглядываются Я думаю, что это самое То самое определение, которое ему можно привести Когда люди бегут все время вперед И им все равно Вот это вот ценно Вот это не каждый умеет делать Поскольку это все было наносное, выдуманное И как-то некрасиво Вот это меня жутко ломало Поэтому я даже не могла слушать И ничего по этому поводу Просто это все шло мимо меня И сейчас эпатажа как-то стало меньше А даже, может быть, на мой взгляд Сейчас вообще не вижу эпатажа А есть музыка Есть очень такие Какие-то правильные вещи В общем, сейчас мне это все очень нравится И я радуюсь успехам Что я могу сказать? Нет, вы знаете, я считаю, что во всем есть плюс Я считаю, что мы и так сделали достаточно Черезчур Это время не было потрачено зря Конечно И, во-первых, делать чересчур Вот прям все, все, все сразу На грани популярности Я считаю, что это тоже надо Оставлять все-таки вот что-то на будущее Я считаю, что мы и так Вот за время существования Как бы эпохи Вани Шповалова Мы сделали много Мы сделали и мы, и он Как бы мы друг друга сделали Я думаю, что много Субтитры сделал DimaTorzok